Знаменитый Вхутамас Сейчас мы перейдем к стенту Московской архитектурной школы Вот здесь у нас представлена генеалогия развития Московской школы С середины XVIII века была первая школа, организованная князем-архитектором Ухтомским Затем в ней были Баженов и Казаков, известные из отчей И на базе уже школы Казаков было создано в Кремле Кремлевское архитектурное училище Вот здесь вот показано, где это было И уже, значит, вот это была школа, где создана была Ухтомским В палатах охотного ряда, сейчас гостиница Москва А как только Казаков отстроился в 1804 году здание Сената То второй этаж весь был отдан для подготовки архитекторов И стал называться Кремлевским училищем до 1866 года Здесь готовили помощников и так далее, архитекторов Значит, об этом у нас специально все написано и исследовано Но в 1866 году получилось так, после реформы надо было здание освобождать И было решено перевести в виде архитектурного отделения На Мясницкую улицу, где в это время было училище живописи, вояния и вояния И после переезда здесь стало называться училище живописи, вояния и изотчества Где, как в Академии художников, здесь готовили архитекторов Вот, это тоже особая история Но параллельно, значит, в конце 19 века Еще была вторая художественная школа, где готовили художников И предмет архитектуры там преподавался Это Строгановское училище на издании Мархи Значит, но мы знаем, случилась революция И революция случилась не только в общем Но и в системе архитектурно-художественного образования В апреле месяце был издан декрет Об ликвидации Академии художеств в Петербурге И у нас Московского художественного общества При котором было училище живописи, вояния и изотчества И с этого времени все школы, не только в Москве, в других городах Казань, Саратове, Самаре и так далее Стали называться свободные государственные художественные мастерские Это была первая реформа Вот у нас на Тресоле вот есть специальная выставка Ну, значит, и начало этой школы было И мы этот юбилей тоже вот сейчас отпраздновали Первая реформа, где СГХМ сокращенно Строгановка стала первым свободным СГХМ А училище живописи вторым Потому что, значит, в Строгановке готовили ремесленников Так же, как вот у немцев ремесленников И для того, чтобы пролетариат обучать Без предговорительной подготовки и так далее Вот здесь были станки, устройства и так далее А наше училище живописи, так же, как Академия художественного Называлось высшее художественное училище Где чисто искусство готовили, они на второй план отошли Вот, но, значит, два учебных года показали, что, значит, надо переустраивать систему И решили слить вот эти свободные мастерские На базе которых организовался Хутемас Высшие художественно-технические мастерские Вот, и они находились как раз в двух зданиях Значит, Строгановка – это вот ныне Мархи на Роздейственке И бывшее училище живописи на Мясницкой, где сейчас Академия Глазунова находится Значит, собственно, это отдельная история И об этом тема Значит, что здесь произошло? Здесь произошло, что здесь были созданы наварторские дисциплины уникальные Которые способствовали необразованным, там, рабочим, способным людям Как-то в тему входить И этим мы прославились также на весь мир своим новаторством Но вначале я скажу, что в 1927 году они стали институтом называться Поэтому Высший архитектурно-строительный архитектурно-художественный институт в Хуте А в 1930 году он закрылся Новый период, новая реформа И все факультеты, их было восемь Значит, как вот изучили живописи архитектурные Живописные, скульптурные Дальше были от строганок и текстильный, полиграфический Обработка дерева, металла, керамики Значит, все факультеты раздали разным учебным заведениям Значит, наша школа, архитектурный факультет Вместе с институтом, с архитектурным отделением при МИГИ и МВТУ Образовал архитектурно-строительный институт ОСИ В 1933 он именуется московским архитектурным МАИ назывался А в 1970 году его аббревиатура, потому что у нас был московский авиационный институт Стал МАРХИ И ныне он государственная академия Это вот что касается нашей истории Значит, вот этой Теперь давайте несколько слов скажем про наше здание Где была Строгановка Значит, вот здесь у нас специальная экспозиция есть Вот сейчас уже Строгановка несколько раз справляет У них был выдающийся ректор Глоба Который, значит, когда переехали сюда на Мясницкую Ну, у нас это ансамбль Старой усадьбы, это отдельная песня Ну, в общем, когда им выделили вот это помещение в 1890 году То, значит, было несколько реорганизаций на другом плане Но важный вот период Глобы Вот, тут генпланчика нет Строгановка принадлежала Министерству Мануфактуры И он подал заявление И было решено расширить и сделать реконструкцию комплекса И на базе старых построек Вот было возведено вот это здание В 14-м году Которое, значит, должно было открыться в сентябре 14-го года С названием «Новые мастерские» Вот Но в августе началась Первая мировая война И было решено, что это новое здание отдать под госпиталь И до 17-18 года оно целиком находилось Вот тут был госпиталь И вот сохранились вот эти вот фотографии, фиксирующие Вот, 15-й год Вот Они зафиксировали наше здание И сейчас оно Значит, когда уже стал Хутемас Это здание стало символом Хутемаса Потому что действительно новые конструкции На Мясницкой это была старая усадьба И, ну, считается, что построенная Баженовым У нас старая усадьба тоже классическая А вот это здание как раз Когда, значит, после Гражданской войны Было принято, что свободные мастерские Здесь, значит, поместились разные мастерские А с 20-го года, когда в Хутемас, здесь повреждался курс Профессорских дисциплин И вот это здание стало как бы символом Хутемаса Оно действительно уникальное Вот И вот в этой части, где мы по плану видим Вот видите, вот мы сейчас находимся с вами Вот В этой части здания Здесь находился Скульптурный факультет Вот сразу мы видим Вот, смотрите, вот эта экспозиция Посвящена Вот мы это угадываем Вот видите, вот эти колонны И у нас тут яркий пример Есть вот По старым фотографиям Скульптурный факультет не сохранился В оригинале Потому что это глина была И То есть Все разрушено Но старые фотографии нам позволяют Вот это все восстановить В комиссии была Мухина Знаменитая Наша скульптур 27-й год И У них было задание Путь к социализму Надо было построить фигуры Которые одетые и раздетые Вот видите, вот мы здесь видим В одежде они А здесь И вам ничто не напоминает Вот этот символ Конечно Напоминает, да Рабочие колхозницы Действительно Значит, у нас есть статья Что Мухина Этой Коварской Стала говорить У вас замечательная скульптура Значит, надо над ней дальше работать И действительно Сама Коварская Стала известным скульптором московским Коварская Да-да-да Коварская Она автор Но Когда случилось Что нам в очередной раз Планировалась выставка В Париже Достижения советского искусства То Именно автор Мухина Как бы вот эта идея Она стала символом И вот этот памятник И скульптура Рабочий колхозника А мы это К чему говорим Что идеи Формировались Во Вхутамасе Сама галерея Была создана В 2006 году Тоже по моей инициативе Когда я приехала Когда я приехала из Баухауса Где у Баухауса Все есть музеи У нас ничего нет И в ректорат А тут у нас Как раз Было временно Ну там То есть я предложила Сделать галерею Вхутамас И в ректорат нам отдал Вот это пространство Где здесь мы делаем Сменные выставки Зали А на антресоле Мы покажем Как бы 20-е годы И сейчас у нас здесь Представлена Уже Как бы предыстория Самого Вхутамаса Ну надо отдать должное Вот у меня под рукой нет Что Много Вообще у нас Когда закрылся Вхутамас В 30-м году То Три столетия Три десятилетия Этой темой Фактически никто не занимался Потому что у нас было возрождение И вот когда началась Оттепель в 60-х годах К новому И надо было искать Европейские музеи Сели какие-то выставки И авангард потребовался И тогда наши ученые Стали собирать свою историю И вот тогда слово Их дизайн появилось Институты Тогда Строгановку восстановили Она после 46-го года Создание Ей отстроила И сама Строгановка Там такой был ректор Быков Который учился на Дерметфаке И он Сотрудников заставил Историю Вхутамаса Собирать Они как бы Потому что действительно Строгановка Очень мощный пласт Вот В истории Этого Вхутамаса И исследования проводились И Но Основную роль Конечно Сыграл хан Магомедов Который в это время Значит Он вообще-то Нашим выпускником Занимался Дагестаном Но поскольку В институте теории Истории архитектуры Он работал Его попросили Заняться архитектурой И Значит Все сходили в архивы Изучали Но его роль Наиболее значима Потому что Он решил Просмотреть Домашние архивы Потому что Тема в Вхутамас Была Ничего Изображений нет В общем То есть Мало материалов Так вот Он Раскрывая архитекторов Он вытащил Целый пласт Материалов И через учеников Того же В первую очередь Имя Ладовского Вот У нас там Представлены Вот эти Который придумал Дисциплину пространства Дело в том Что Ладовского архив Не сохранился Потому что Во время эвакуации В 1941 году Значит В семье До этого была Москва В общем Готовилась к эвакуации И в это время Он скончался Он как раз жил На Мясницкой Там где вот В одном Где профессора жили И его архив Ввалялся на помойке То есть он исчез И И у него Только там Две Маленькие Статьи Остались А вот Ученики Магомедова Селима Марчу Рассказывали Значит Как Проходила Эта дисциплина И Сейчас мы К ней вернемся Поскольку Мы пришли сюда Значит Короче говоря Я что Хотела сказать Что История в Хутемасе Как бы Занимались А вот этот Период Который был Свободный Мастерский Он был как бы Упущен Знали Что некоторые Художники Там учились Но что это Такое было И специальных Не было Ни публикаций Ни исследований Я в 2011 Году Выиграла Грант На проведение Этого исследования И мы С учеными Вот обратились К этим школам Когда была Первая реформа И когда В Петербурге В Казани В Саратове В Пензе Там были тоже Школы художественные На базе которых Были свободные Мастерские Мы выявили И по материалам 20-х годов Вот система Норкомпроса Составлена табличка Сколько было Вот на базе В Москве В Петербурге И так далее И в других городах Какие мастерские были Живописные Скульптурные Архитектурные То есть Вот это преддверие В Хутемасе И с 20-го года Организуется В Хутемас Вот на этой карте Представлены Те города Где у нас были Свободные мастерские Будущие В Хутемасе Ну это узнаваемая наша Строгановка Первая СГХМ Это училище живописи Вторая СГХМ Это Ну Ее называют Академией художеств Да Потому что там Находится и сама академия Но сегодня Это институт Имени Репина В школы В Витебске В Витебске Вот он Вот он у нас В архитектуре Все было по-старому Так вот И они ходили с плакатами По городам И там образовались Вот эти все Свободные мастерские Работы которых Вот мы впервые Вот здесь вот показываем Каждой школы Потрясающая Казанская школа Вологда Видите Самара Саратов Ярославль И вот здесь вот значит Да Они в общем В миниатюре Представлены Интереснейшие работы И там тоже Авангард проходил А вот здесь у нас Московская Питерская школа Представлена Отдельно Вот смотрите Петроградские Вот Мы видим Знаменитых Руководителей Мастерских Петров Воткин Бенуа Тырса И так далее И вот здесь вот В музеях В русском музее Музея Академии художеств Сохранились работы Значит вот Того времени 19-х годов Под руководством Вот этих мастеров И Значит Как я вам сказала Что Петроградские Мастерские Бывшие училища Вот тут Под руководством Петрова Воткина Мы видим Вот эти вот работы Известные Художницы И Представлены Архитектурные Значит Я хотела Обратить внимание На башню Татлина Все его знают Почему она здесь Да И почему она здесь Да очень просто Вот Татлин Он входил в группу Вот эту Изону Аркомпроса И здесь руководил Свободным мастерским В 18-м году Тоже у него были Свои ученики Но И у Малевича Кстати Малевич уехал в Витебск А Татлин уехал в Петербург И в 19-м году Вот Пунин Известный Вот Они решили Да Ему выделили мастерскую Бывшая мозаичная Мастерская Академия художеств Стала называться Вот тут у нас Плакат Который есть В собрании Называется Так Бывшая Академия художеств Мастерская объема Материала и конструкция Профессор Татлин Вот это Объявление Которое нам Кстати Ученица Комарова Передала Вот тут оно Копии висит Что состоялся Митинг 8 ноября Значит В Академии В 20-м году Когда Вот эту башню Построили Значит Он со своими Мастерскими Известными Художниками Учениками То есть Вот эта башня Была сделана В стенах Учебного заведения И поэтому У нас много Таких вот Примеров Я хотела На это Внимание Обратить Значит И вот такие Известные Сейчас Мы с петербургскими Музеями Хотим Тоже В 21-м году Потому что Когда в Хутамас Организовался То в Питере На базе Свободных мастерских В апреле 21-го года Их в Хутамас Организовался Но вот здесь У нас представлены Тоже Видите Знаменитые Ученые Там Лентулов Удальцов И так далее В первых СГХМ И у нас Вот есть Такие вот Рисуночки И вот В архитектуре Еще пока Классика Продолжалась Вот И вторые Мастерские Где вот Была вот Знаменитая фотография Есть Мастерской Машкова Ильи Машкова Где у них Прямо написано Мастерская Ильи Машкова На Мясницкой И вот они Все стоят В центре Вот эта фигура Тоже Известная Как они Заявили о нашей школе Такие наши Когда разрешили Или чтобы Уже педагоги За два года Придумали вот эти Идеи И значит Вы уже знаете Что были созданы На живописном факультете Дисциплина цвет Где Александр Веснин С Поповой Графическая дисциплина Которую создал Родченко На скульптурном факультете Королев и Лавинский Создают дисциплину Объем А на архитектурном факультете Значит Ладовский Создает Новую дисциплину Под названием Пространство Самое интересное Что Ведь на архитектурном факультете Также продолжалась Классика Были мастерские Желтовского И Щусева Были нейтральные Тоже Голосов Искал свои инновации Но было Как бы совершенно Новое И задача Перед Ладовским Стояла Как Учеников Которые пришли И что-то там Какие-то навыки Есть Но без образования Их ввести в курс И чтобы они уже Мыслили С архитектурными И вот эта дисциплина Когда Значит В сентябре 20-го года Собрали архитектурный факультет И стали профессоров Опрашивать Кто с чем Там Традиционно Там Аргера Классика И так далее А Ладовский Выступил И сказал Мы будем делать Параллепипед Параллепипед И все ахнули Как-то Какой параллепипед Вот Значит Его методика Заключилась в том Что Он Выдавая Проекции Надо было Их сделать Аксонометрию И сделать Макет Макет Вот тут у нас Как раз Примеры В наших аудиториях Которые здесь были Как проходили Этот макет Можно было Вылепить Из глины Из гипса Из бумаги Из картона Проволоки И чего угодно И Тогда Когда вообще Была разруха Голод То есть Вот Создавались Вот эти Проекции Причем Эта Дисциплина Как раз Он создал Такую серию Работ По выявлению Фактуры Пространства Массы Весы И Первое задание Называлось Отвлеченное Где Надо было Просто Вот Такую фигуру Построить А второе Конкретное Производственное Где надо было Построить Вот элеватор Вот видите Вот у нас Чертеж Например То есть Там уже Производственно Месяц Это задание Месяц Другое Ученики Стали мыслить И к нему Стали приходить Со всех Мастерских С Вот один из учеников Пишет Что он Когда Послушал Ладовского Который Не хотел От Чусева Уходить Совершенно Его захватило Дух Что что-то новое Что-то новация Они давно Об этом мечтали Короче В его группе Собрались Вот эти Люди Которые И вот У нас Есть вот Эти работы И вот видите Он Дальше Он выходил На пространство Само Где надо было Вот эти вот Вещи сделать Короче В 23-м году В конце учебного года Три учебных года Вот этих вот Эти дисциплины И вот у нас На маленькой фотографии Зафиксирована Выставка Как раз Мастерской Ладовского Она называлась Обмаз Объединенные Левые мастерские Его поддерживал Кримский И Докучаев Выпускники Академии художеств Они тоже С ним вместе были Ладовского Предложили сделать Чтобы его ассистент И он сказал Мы все профессора Короче говоря Вот эти Три года прошли На выставке Даже был Луначарский И они Когда увидели Что Люди Вот эти вещи Помогают Пространственно мыслить Ведь смотрите Тема макетов Она древняя В древности Из там Материалов Пробок Делали всякие макеты Там всякие Или в Петербурге Академия художеств Есть когда Уже проект сделан И как бы уже Как существующий Его показывает Но чтобы макет Служил инструментом Не чертежами А в макете Делать форму Это была Просто новация И удивительная Ситуация И до сих пор Сейчас в мархе Когда дисциплину Восстановили Все мыслят В макетах Эскизы В начале И до сих пор Эта тема Уже по всем школам Распространилась Так вот И в 23-м году Было решено Что на базе Вот этих Восьми факультетов Давайте выделим Первые два курса И было создано Основное отделение И всем Студентам Было велено Вот эти дисциплины Особенно Дисциплина пространства Все живописцы Керамисты Должны были Выполнять Вот эти задания То есть развивать Даже у живописцев Или там Обработка дерева Металла Вот эти пространственные Формы И тем самым Вот уже все Стали выполнять Это вот как раз Снимки Как раз Сделанные 26-27 учебный год Значит Когда уже все Выполняли Но С 23-го года Уже Значит Сам Ладовский Продолжил Обучение На Арфаке Со своими Студентами Они сделали Курсовые работы И потом дипломы А параллельно Кринский Остался Ему выделили Тех студентов Бывших Балихина Вот Ланцова Туркуса Которыми Они продолжали Будучи студентами Ассистентами Они всем факультетам Раздавали Вот это задание В общем Благодаря вот этой теме Мы на весь мир Прославились У нас до сих пор Приезжают из разных стран И Там Из Лондона Канады И так далее Значит Для того Чтобы Посмотреть Какая это дисциплина И как они ее могут Сюда внедрить Ну в общем Здесь показаны И примеры Вот и дермитфака И дисциплина цвет И да Вот там тоже Производственное задание И мы видим Те лица Те Те Люди Студенты Которые в тяжелых Тяжелейших условиях Того времени Голода И разрухи Создавали Вот такие школы Вот у нас Говорит Боухаус Весь мир И в Хутемас Тоже весь мир Потому что Некоторые коллекции Лежат В заграничных музеях Вот В Сан-Франциско В Лос-Анджелесе Есть музей Гетти Где они Специально закупили Там фонд Футемаса Здесь В Сан-Франциско В Хут В Хут В Хут В Хут В Хут В Хут Продолжение следует...